И так, тема проповеди будет называться «Ожидай свое чудо». Чудеса – это неотъемлемая часть христианской жизни. В религии чудес нет. Когда человек обращается к Богу и начинает верить, в его жизни происходят чудеса. Я могу сказать, что чудеса и в мире происходят, когда человек не верит в Бога, но Бог хранит его по чьим-то молитвам, или просто Бог хранит, или показывает ему чудеса, как бы независимо от него. Потому что у Бога какие-то есть цели, планы на жизни этого человека. Например, человек летит на машине и должен врезаться, и Бог его хранит, и он не врезается. Или должна сбить машину и не сбивает его. Бог хранит его для определенных целей, для будущего. Но в жизни верующего чудеса – это проявление живого Бога, реального Бога. От многих верующих я слышал свидетельства, как Бог сотворил то чудо или иное. И вы знаете, это радостно, это вдохновляет. Мы не просто ради чудес верим в Бога. Мы верим в Бога, потому что нам больше идти некуда. У нас вариантов нету. Вот тебе предложили жизнь или смерть, ну, конечно, ты выбираешь жизнь. У тебя нету еще каких-то вариантов, как у блудного сына. Вот ему или умереть, или пойти с позором вернуться домой. И он решил вернуться к отцу. И вы знаете, его жизнь преобразилась. Произошло это чудо. Чудо – это изменение физической реальности. В той сфере, где у вас есть трудность, в той сфере, где у вас есть проблема, там может произойти невероятное чудо. Невероятное чудо. По вашим подсчетам, по вашим расчетам, по вашей логике, этого не могло быть. Но это произойдет. Поэтому Бог и допускает проблемы. Вот сами задумайтесь. Бог говорит Моисею, выведем мой народ из Египта, из рабства. Нужно понимать, что это не просто деревню или село вывезти. Там было около трех миллионов, от полутора до трех миллионов. Там только 600 тысяч мужчин было, по подсчетам. Здесь мы можем прибавить женщин, детей. И тогда ученые говорят, что где-то от полутора до трех миллионов людей Моисею надо было вывезти из страны, где они жили 430 лет. Уже поколение, они уже вросли туда. И Бог приготовил для них огромное чудо, огромное, которое не влазит ни в какое их рассуждение. И вы знаете, он для этого поднимает лидера Моисея и говорит, выведи мой народ. И Моисей приходит и говорит к фараону, отпусти мой народ, так Бог сказал. А Бог специально делает, представьте, ожесточает сердце фараона. И фараон такой, что? Что ты сказал? Как ты вообще посмел сказать к моим рабам прикоснуться? И он еще хуже делает их жизнь. Послушайте, в тот момент, когда мы располагаем свое сердце, верить в Богу, верить в чудо, это не говорит, что чудо вот прямо так и явится. На, пожалуйста. Иногда и так. Иногда и так. Самые сложные вещи будут решаться. Но потом Бог тебя потом научит верить во что бы то ни стало. Ты можешь идти по воде, даже временно, если волна тебя разделила с Иисусом. Если ты, как Петр, да, мы берем эту историю, он вышел из лодки и пошел по воде, глядя на Иисуса, но потом волна появилась. Если перед тобой что-то появляется, ты же будешь на это смотреть. Ты же будешь на это смотреть. Ты не можешь. Но Иисус учит смотреть сквозь. Не на волну, а сквозь волну. И видеть Иисуса уже в духе. Если пропал физический Иисус, это не означает, что он полностью пропал. Он же есть там. И силы, и волны, вот эти волны веры, можно сказать, радиоволны веры, они проходят через волну. И ты сможешь идти дальше. Потому что слово Божье, которое было сказано в твою жизнь, иди, оно не может быть изменено никем. Ни кем отменено, ничем изменено, но никакой волной. Бог ожесточал каждый раз сердце фараона. Моисей, Моисея он посылает. Моисей, иди и скажи, чтобы отпустил мой народ. Моисей даже не знал, что будет такая тяжелая игра. Он будет приходить, по слову от Бога, а Бог специально будет ожесточать фараона. Знаете, если бы Моисей, может быть, заранее это все узнал бы, что Бог будет накалять обстановку, может быть, он так и не пошел бы выводить народ. Он и так не хотел идти. Кто из вас хочет быть пастором? Или апостолом из вас? Кто-то хочет быть? Итак, проблема усложнялась. Бог говорит, будет чудо. Чудо нету, а только проблема стала больше. Но знаете, Бог выращивает ваше чудо. Часто мы не видим чудес в нашей жизни. Из-за этого мы делаем как бы такое неправильное заключение. Наверное, Бог меня не слышит. Наверное, я слишком маленькая персона, чтобы Бог вообще обращал внимание на меня. Наверное, у Бога свои дела, и у Него есть люди более святее, чем я, которым надо быстрее ответить. Послушайте, это полный бред. Если вы уверовали в Бога, вы номер один у Бога. Каждый человек, который уверует в Бога, он номер один у Бога. И у Бога нету такой проблемы, что подожди, подожди, у меня звонок идет, я сейчас должен ответить. Он отвечает одновременно на все звонки. И лично, качественно может провести время с каждым своим ребенком. Потому что он Бог. Если в Библии написано, что Иисус после своего воскресения явился братьям, более 500 братьям, одновременно, одновременно он пришел к более 500 братьям верующим. 500 человек. Иисус был там, в это же время он был там, в это же время он был там, в это же время он был там, и вот так 500 мест. Мультилокация. Это Бог. Послушайте, нам не надо удивляться, потому что Бог может все. Поэтому, когда мы, например, нас около 8 миллиардов, 7,5 там или чуть больше, мы все одновременно будем обращаться к Богу и говорить, Бог, срочно, помоги экстренно. Он также вот лично, как будто только ты существуешь, тебе может ответить. Но, послушайте, так почему много людей в своей жизни не видят чудес, видят, но мало, или видят изредка? Неужели за Богом проблема? Неужели Бог не хочет являть свои чудеса? Послушайте, для Бога чудо – это нормальное просто действие. На небе нет чудес. Там все сверхъестественно. Там чудес, как бы, для них, для небожителей, чудес не существует. Там каждое деяние Бога – это чудо, но чудо – оно для нас, а для там – это естественно. Конечно, это удивляет их. Конечно, это радует, потому что Бог творит все новое. Бог творит все новое. Каждый раз. И не прекращается это творение. Даже до сего дня, каждую секунду у Бога что-то появляется новое на небесах. Такого нету, что вот он сделал ремонт на небесах после падения Люцифера, усилил охрану, и все по-прежнему осталось. Там постоянно, постоянно все новое. Деяние 4 глава, 29 стих. Когда учеников Иисуса поймали, арестовали за то, что они творили, как, кстати, чудеса, и интересно, пока вы открываете Библии, Деяние 4 главу, интересно, что служение Иисуса, оно отличалось чудесами. Книги Евангелия, они пестрят чудесами. Если оттуда убрать чудеса, практически ничего не останется. Если убрать чудеса из книг Евангелия от Иоанна, Марка, Луки и Ботфея, вы не увидите практически ничего. Вы просто прочитаете родословие. Чудеса за чудесами, чудеса за чудесами, чудеса за чудесами, и чудеса хотят перепрыгнуть на вас. Вы хотите, чтобы на вас чудо перепрыгнуло? Вы хотите, чтобы чудеса прыгали за вами? Или вы хотите умолять Бога, когда вам что-то надо, и думать, ну, скорее всего, Он не даст? Или вы хотите реально видеть руку Божью в своей жизни? Вы хотите видеть чудеса? Я хочу видеть чудеса в своей жизни. Если их нету, моя вера не шатается от этого. Но когда чудеса происходят, у меня происходит радость. У меня происходит хвала и восхищение. Смотрите, что здесь написано. Здесь учеников запретили, избили их, да? Наказали их. И здесь вот молиться начали ученики. После того, как со Слова Божьего, из-за чудеса их наказали, и они начали молиться. И ныне, Господи, возри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить Слово Твое, тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений чудес именем Святого Сына, Твоего Иисуса. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнили все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением. Они продолжали. Учеников, в принципе, били за чудеса, которые происходили. И Иисуса убили за чудеса. А, Он исцелил больного в день субботний. Послушайте, а что надо было делать? Неужели нельзя добро делать? Иисус им говорит, а если у вас осел упадет в яму, вы его что, не поднимаете? Вы же втихаря-то поднимаете, нарушаете закон. А священники, которые в субботу, в день субботний, по закону вообще ничего нельзя делать, они и там служат, и они не нарушают ее. Иисус пытался обновить их мышление. Он пытался это чудо совершить, дать им новое мышление, но никак. Знаете, эта глина уже засохла. Пока глина мягкая, можно слепить еще. Послушай, когда ты приходишь пред Бога, будь мягким, позволь Богу слепить твое мышление, чтобы ты был, как ребенок, с детской верой. Тебе сказали, и ты поверил. Что нам в детстве не врали? Старшие во дворе такое врали. И мы верили. Или братья рассказывали, или сестры, или что нам только не рассказывали, мы во все верили, и потом понимали и вырастали, что это нас как бы обманывали, шутили над нами. Но мы верили. И когда мы верили, мы еще и рассказывали другим. Детская вера верит всему. Верит. Она с открытым ртом и большими глазами слушает рассказ. Вот то, что вот в ребенке есть вот эта вера, конечно, если над ним посмеялись, подшутили, он больше верить не будет, он закрывается. И зря. Вот нам нужно вернуться. Иисус сказал, если вы не обратитесь и не станете как дети, вы не увидите Царство Божие. Вы не увидите проявления другими словами, чудес, знамений. Вы не увидите ангелов. Нам нужно быть как дети. То есть иметь эту наивную веру. Наивность годами уходит. Когда нас раз обманули, когда нас два обманули, посмеялись над нами, пошутили в компании, поверил наивный, и мы закрываемся. И знаете, когда нам потом нужно верить Бога, мы закрыты. Мы говорим, да не, я в такое не буду верить. Послушай, попроси Святого Духа, чтобы он убрал эту защиту, чтобы наивность снова к тебе вернулась. Понятное дело, что с людьми у нас есть мозг, и мы понимаем, кто перед нами, и какую информацию он нам говорит. Мы анализируем, мы понимаем, человек говорит правду, либо сомневаемся, что он говорит. Но с Богом мы снимаем все защиты, потому что Он не посмеется над нами, Он не пошутит над нами. Если мы с Ним будем общаться, вот важно, важно, когда мы общаемся с Богом, иметь вот эту детскую наивность, вот это доверие. И тема, она так и называется, ожидать свое чудо. Ожидай. Интересно, что после книг Евангелия, а мы знаем, что книги Евангелия повествуют о жизни Иисуса Христа и о Его служении, и о Его смерти, и воскресении, идет книга деяний. Книга деяния апостолов, учеников Иисуса Христа. В Евангелии там идут сплошные чудеса. Иисус повернулся с этим человеком, поговорил, пока он разговаривал, здесь уже произошло чудо, там произошло чудо, там произошло чудо. Если чудеса не нужны, зачем тогда Иисус так много чудес делал? Знаете, чудеса – это исправление проблем. Проблемы – нарушение в естественной жизни человека. Проблемы, болезни, трудные ситуации. Этого, этого не должно было быть. И чудеса возвращают в нормальное состояние человека. Если у человека что-то болит, это ненормально. Я объясню, почему ненормально. Послушайте, если человек совершил какое-то преступление, вот он совершил, украл что-то, разбил что-то, его осудили, его поймали, арестовали, посадили в тюрьму, он честно просидел свой срок, он отстрадал за свое преступление, и его выпустили. То вы знаете, это несправедливо еще раз взять и за это же преступление наказать человека. Дважды за одно преступление не наказывают. Так вот, Иисус пострадал за наши грехи, отмучился на кресте, можно сказать, в тюрьме в этой, в тюрьме боли, агонии, отмучился на кресте за наши грехи, не за свои, он их не сделал. Это все было наше. То есть, он полностью расплатился, и теперь он нас освободил от всего. И если в нашей жизни что-то идет, боль какая-то, нарушение, какое-то расстройство, то это нечестно, это несправедливо с юридической точки зрения. И мы должны восстановить порядок. Мы должны со Словом Божьим прийти в своей жизни и продиктовать, как должно быть, что этого не должно быть. Если дьявол пришел и обманным путем разрушает нашу жизнь, через какой-то грех, через какое-то происшествие, через какого-то человека мы должны это остановить, пресечь и сказать, Иисус заплатил за все, я не должен теперь больше расплачиваться. Если Иисус расплатился, я не должен расплачиваться. В этом и есть радостная новость, что за свои преступления я не должен расплачиваться, потому что расплатился Иисус. И вот многие люди болеют и не знают, почему они болеют и почему они просят Бога исцелить, а Бог их не исцеляет. Потому что они не понимают и у них нет вот этой уверенности. Они не осознают, что Иисус отмучился и забрал болезнь. Если болезнь находится в твоем теле, она находится нелегально, и ты ее можешь выгнать как нелегала. Они болезни, проблемы, нищета, что бы ни было, они находятся до тех пор, пока с ними не разберутся. Они будут прятаться, они будут держаться, они будут всячески пытаться устояться в жизни человека. Так вот, чудеса как раз таки меняют неправильную реальность на правильную. И вот, чтобы нам получить чудо от Бога, то нам нужно ожидать чуда. Нам не нужно вот так сидеть и думать, ну если Бог хочет, то сделает в моей жизни чудо. Нет. Такого нету в Библии. Но если Бог хочет, если Он может, то почему Он тогда не делает? Нет. Тебе нужна вера. Тебе нужно действительно твое ожидание. В Библии написано, что было десять дев. Иисус рассказывал притчу о десяти девушках. Пять из них были мудрых, пять глупых, неразумных. И написано, что неразумные, они не позаботились о будущем. Они не ожидали. Они как бы ожидали жениха, что он может прийти в любое время, но и в то же самое время легкомысленно относились. А мудрые, они ожидали жениха. И написано в конце притчи, когда жених пришел, то написано готовые. Те, кто ожидали, готовые. Ты готов к своему чуду? Ты готов получить свое чудо? Увидеть? Они вошли на брачный пир. Те, которые ожидали и те, которые были готовы. Готов ли ты? У тебя есть платформа? Другими словами объясню. Например, у тебя... Допустим, критическое финансовое состояние. И тебе, вот ты, например, с кем-то поговорил, и тебе человек хочет перечислить деньги. А у тебя нету счета. Куда он тебе перечислит? Он говорит, дай мне счет, дай мне номер. У нас было такое чудо. Раньше еще, несколько лет назад, один помощник мой говорит, что у нас в церкви нету денег, и надо платить большую уже аренду. Уже накопилась задолженность. И просто нету денег. И пеня перед фактом поставил. И знаете, я как бы взял это на себя, вот эту тяжесть, да? А потом Господь дал мудрость, что мы же живем с Богом. Это же не просто наше служение, это служение Бога. Я говорю, давай сюда карточку банковскую. Положи на стол. Он положил на стол. И давай будем просто верить и провозглашать, что придут финансы. Откуда, как придут. Мне уже было все равно, я знал, что есть Бог. И у него есть тысячи и миллионы путей, как он может благословить. Была бы платформа ожидания, вот была бы платформа, на чем Бог мог бы произвести чудо. И вы знаете, положили эту карточку банковскую и стали просто провозглашать и говорить, деньги приходят. Послушайте, мы не просили какие-то миллионы. Нам нужно было оплатить счета за церковь. Просто счета за церковь. И мы просто стали провозглашать, деньги приходят, финансовая освобождация приходит. Помолились и убрали. Представляете, через два дня, вот я точно не помню, несколько дней прошло. Мне звонит человек, который даже в церковь не ходит. Он раньше был верующий. И может он и сейчас верующий, просто не ходит в церковь. И он мне в конце разговора говорит, слушай, я хочу перевести на вашу церковь. Я хочу благословить вас финансами. Дай мне счет. А я не знаю, я говорю, ну помощнику сообщу. И обычно, я думаю так, ну люди просто так сказали, наверное. И он мне повторяет потом в конце. Не забудь, счет банковский. То есть он на самом деле хочет. Не просто он как бы кинул слово, а на самом деле он хочет благословить. И тогда я понял, надо точно. Я позвонил ему, сказал помощнику. И знаете, пришла такая сумма, что был долг весь покрыт. Сверхъестественно. Я когда слышал, где-то чудеса происходят, конечно, мне было радостно. Но когда это со мной лично произошло, радости еще больше. Ты радуешься и говоришь, вау, у человека там чудо произошло. Вау, там произошло, исцеление какое-то произошло. Да, ну а мне от этого холодно или жарко? Мне, мне какая выгода с этого? Но представьте, когда Бог показывает уже тебе, что ты ничем не хуже и не лучше другого человека, которому Бог сделал чудо, что у него есть сюрпризы и для тебя, ожидай. И я верю, что Бог ответил просто на веру. Просто на веру. И Он же и дал эту схему, как бы вот это действие, пророческое действие, как сделать. Бог хочет благословить людей. Платформы нету. Как я уже говорил, что если мы хотим какого-то большого гостя пригласить в нашу страну, он не поедет на телеге, он прилетит на самолете. Если это очень большой человек, то, скорее всего, он на большом самолете прилетит. Президент какой-нибудь. И вот представляете, какая-нибудь страна захотела пригласить президента к себе в гости. Начнутся переговоры. И вдруг этот гость узнает, что в этой стране нету аэродрома. А он говорит, хорошо, а куда я сяду? На лес? Куда я сяду? На поле? Или куда? Самолет просто разорвется. Он взорвется. То есть, как и Иоанн Креститель говорил, всякий холм да понизится, а всякая долина да возвысится. Приготовьте путь Господу. Прямыми сделайте стези его. Вот как дороги делают, асфальтируют. Выравнивают дорогу. Выравнивают. И потом еще такой асфальт хороший кладут. И самолеты могут сажаться, садиться туда. Миллионы людей сейчас перелетают со страны в страну, потому что есть эти площадки. Куда могут сесть самолеты? И задумайтесь, самолет никогда не сядет, где нет площадки, нет аэродрома. Ты хочешь чудо? Сделай аэродром. Сделай, чтобы чудеса приземлялись в твоей жизни. Как это возможно? Это возможно, когда ты читаешь Библию и ты видишь, что в самых трудных, невероятно сложных ситуациях люди проявляли веру и получали чудо. Чудеса в жизни человека это реальность Бога. Ты понимаешь, оказывается, Бог не мертвый. Оказывается, Ему есть дело до меня. Оказывается, Он меня любит. Оказывается, я не просто пешка в этой игре. Я не пешка. Я его сын. И Он умирал за меня и воскрес для меня. И что Он теперь? Меня оставит, если Он такую цену заплатил? Я видел, как люди свои дорогие машины ставят на парковке. Далеко-далеко, чтобы никаких машин не было. Одну Ламборгини видел на парковке. Вообще далеко поставил. Ему до выхода идти в магазин там очень надо было идти. Все постараются поближе к выходу. А Он далеко. Почему? А у Него дорогая машина. Он много заплатил. Он ее бережет, чтобы никто дверью не стукнул, не поцарапал. Если этот человек ценит свою машину, думает о ней, оберегает. Вы что думаете? Бог, который заплатил за нас большую цену, что Он теперь забыл про нас, что ли? Да Он так ценит и Он так ищет, чтобы вот оберегать нас, заботиться о нас. Запомните. Ожидание. Ожидание. Как ваш телевизор ожидает, когда вы просто кнопочку нажмете. Ваш телефон в ожидании. Когда вы нажмете просто кнопочку и он сразу заработает. Сразу. Вы же не идете телевизор в сеть включать, ждать полчаса. Вы пришли, кнопочку нажали, все. И все. Там дальше все показывает. Так и вы будете в режиме ожидания. Ожидайте чуда. Просто вы договоритесь с Богом. Поговорите с Ним. Переживите Его любовь. И в той сфере, послушайте, где у вас беда, это не та сфера, которую Бог пройдет. Это не та сфера, которую Бог скажет, ну ты сам разбирайся, я тебя просто вот здесь благословлю. Ну, в пустяках каких-нибудь я тебя благословлю. А там вот, где у тебя беда, реально беда, слушай, разбирайся сам. Вот именно где беда, Он туда и придет. У тебя со здоровьем проблемы. Ожидай чуда, что Бог тебя полностью исцелит. У тебя с финансами проблема. У тебя на самом деле с головой проблема, а не с финансами. Это я точно скажу. Ожидай чуда вот здесь. Не вот здесь, не в карманах. Ожидай чуда. И это тоже Он чудо сделает, чтобы ты переждал. Чтобы просто смог как бы боль эту пережить и получил настоящее чудо вот здесь. Где бы ты не терпел боль, где бы ты не терпел лишения, Бог реальный, реальный и живой. И Он докажет тебе. Он докажет. Первые вот эти ученики Иисуса книгодеяния. Ни за что их никто не слушал бы, если бы Иисус им сказал, идите по всему миру, проповедуйте Евангелие. И вот представьте, они пошли, а чудес нету. И они бы пришли в мусульманскую страну или там другая, языческие там были страны. Мусульманства еще не было тогда. Ислама. И вот они бы пришли вот так вот и сказали бы. Вот мы считаем наша вера самая правильная, наш Бог самый правильный, а у вас неправильно все. У вас идолы, вы языческие, у вас демоны. Надо верить нашего Бога. Вы согласны с нами? Они сказали, пошел вон отсюда, богов наших обижаешь. Нет. Чудеса, которые происходили в жизни учеников, через это приходили веры, верить начинали люди. Верить начинали благодаря чудесам. Мы не говорим, что чудеса это самое важное, но чудеса это неотъемлемая часть. Многие в твоем теле тоже не самое главное. Однако, это неотъемлемая часть твоего тела, которая носит твое тело, ноги. Конечно, если уж так брать, то и без ног, и без рук люди живут, если только голова есть и сердце. Тоже живут люди. Но хотел бы ты лишиться рук и ног и сказать, ну, знаешь, это не важно. Нет, ты даже пальчика не хотел бы лишиться. Это важно. Так же и жизнь. Жизнь христианина. В ней должны быть чудеса. Должны быть ответы. Маленькие чудеса, средние чудеса, большие чудеса, невероятные чудеса. Пусть будет разнообразие, пусть будет набор, пусть будет комплект, чтобы ты не забывал, что Бог есть и Он тебя любит. Аминь.